МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Юрган. Крик криминала-комментарии. В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте. Сегодня в программе Безумный прорыв. Чудесное спасение под многотонным локомотивом. Звонок от шефа. Хитрый расчет телефонного афериста. Ночная рыбалка. Свежий карп по бросовой цене. Столичный полицейский выясняет обстоятельства крупного ДТП на железнодорожном переезде местечки Дырнс. Днем 16 марта Лада 15-й модели столкнулась с пассажирским поездом Москва-Сыктывкар. Водитель 30-летний мужчина и два его пассажира получили серьезные травмы. По предварительным данным, ВАЗ-2115 выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль на полном ходу врезался тепловоз. Его потащил несколько метров, а затем отбросило под откос. Состав по инерции проехал еще некоторое расстояние, прежде чем остановиться. Необходимо ответить, что данный железнодорожный переезд оборудован световой, звуковой сигнализацией, которая на момент происшествия была в исправном состоянии. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины получил травмы головы и ушибы, а пассажир, мужчина и женщина, которая находилась на заднем пассажирском сиденье, получили травмы головы, ушибы грудной клетки и переломы ребер. Пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, все, кто находился в машине, были пристегнуты ремнями безопасности. Это обстоятельство, считают автоинспекторы, и спасло им жизнь. Авария на переезде вызвала затруднения в расписании движения поездов. Пассажирский состав, который возвращался из Москвы, задержали на два часа. По данным ГИБДД, предполагаемого виновника аварии, уже не раз в этом году штрафовали за нарушение правил, в том числе за превышение скорости. Водителя Лады отправили на медицинское освидетельствование. Врачам-наркологам предстоит выяснить, был ли он пьян в момент ДТП. В Сыктывкаре на удочку телефонного мошенника попались работники сети продовольственных магазинов города. В один день злоумышленники обзвонили три торговые точки. Во всех случаях неизвестный представлялся генеральным директором и требовал перечислить по 30 тысяч рублей, но указаны им телефонные номера. Примечательно, все сотрудницы, не заподозрив обмана, безропотно исполняли указания псевдоначальника. Антон Булаев поразился людской доверчивости. Заявления обманутых работниц торговых точек посыпали в столичное управление МВД Международный женский день, 8 марта. За несколько часов телефонные мошенники похитили из КАЗ около 90 тысяч рублей. Выяснилось, во все магазины звонил, скорее всего, один и тот же мужчина, который представлялся генеральным директором данного предприятия. Факт хищения был аналогичный в каждом случае. Схема обмана заключалась в следующем. На рабочий телефон организации звонил мошенник и представлялся продавцу генеральным директором данного предприятия. Мужчина, ссылаясь на необходимость погашения кредитного обязательства, просил продавца перевести 30 тысяч рублей на абонентские номера. Псевдоруководитель объяснял, дескать, деньги ему необходимы для оплаты кредита. Во всех случаях продавцы брали наличность в кассе, шли к терминалам, установленным в магазинах, и переводили сумму на указанные аферистам телефонные номера. Исполнительный директор торговой сети Максим Маркушев, чьим именем представлялись аферисты, уверен, эту преступную схему разработали опытные, изощренные профессионалы. Они понимали, о чем они говорят. Они понимали, что существует даже некая форма отчетности, и обещали привести отчетные документы от моего имени несколько позже. Но, тем не менее, создали такую ситуацию и атмосферу, при которой сотрудников даже не возникло какого-то подозрения в том, что это мог бы быть не я, что ситуация крайне нетипичная, что нужно перевести в одном магазине до пяти номеров телефонных, было предложено на эти номера перечислить деньги. Жертвами мошенников стали ты работницы магазинов в различных частях города. Сейчас по каждому заявлению проводится проверка. Силовики не исключают повторения подобных провокаций. Если вам на телефон позвонил неизвестный, не спешите выполнять его просьбы, тем более, если речь идет о передаче денег. Помните, что основной целью мошенников является застать вас врасплох, создать для вас внештатную ситуацию и, используя эти факторы, получить материальную выгоду. Раскрывать телефоны и мошенничество довольно непросто, ведь злоумышленники могут находиться за сотни километров от своих жертв. Чаще всего аферисты звонят зарегистрированных на чужое имя сим-карт, от которых позже они избавляются. Стражи порядка просят граждан сохранять бдительность и ни в коем случае не поддаваться на уловки преступников. В Сыктывкаре заканчивает расследование резонансного убийства возле ночного клуба «Арнеда». По версии следствия, в конце декабря 29-летний парень ударил ножом в сердце своего бывшего приятеля. Ссора между ними разгорелась еще в январе 2013 года. Один не мог простить второму, что к нему ушла его девушка. Дело тогда дошло до стрельбы из огнестрельного оружия, а затем уголовного дела по статье «Хулиганство». Как тлеющий конфликт неожиданно разгорелся с новой силой, расскажет Максим Васильев. В ночь на 24 декабря к ночному клубу в Сыктывкарском местечке Кируль вызвали скорую помощь. Один из посетителей заведения, 32-летний мужчина, лежал на снегу с колото-резаным ранением в области груди. Несмотря на все усилия медиков, мужчина скончался по дороге в реанимацию. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Впрочем, несмотря на трагические события, посетители заведения продолжали веселиться, как ни в чем не бывало. На месте, на снегу, на площади, перед входом, там находилась кровь, пятна крови были видны. Я не думаю, что люди не знали о том, что там что-то произошло, потому что сотрудников полиции было много, которые охраняли место происшествия. Пока я это фиксировал, выходили пьяные люди, и им было все равно, что произошло. И они дальше продолжали веселиться, ну и также предъявляли претензии к тому, что вот мы здесь работаем. Личность подозреваемого установили. Молодого человека хорошо знала знакомая погибшего, которая стала свидетелем конфликта. Я сидела вот здесь в машине, прям машина рядом стояла. Я увидела через стекло. По словам девушки, в тот вечер она попросила знакомого забрать ее из ночного клуба. Там же отдыхал его старый недруг. За год до этого конфликт между бывшими приятелями перерос в непримиримую вражду. Спор из-за девушки, которая ушла от одного к другому, перерос в драку со стрельбой. В результате потасовки нынешний подозреваемый получил три пулевых ранения. В ходе этой ссоры Мехтиев, воспользовавшись переделанным оружием, несколько раз произвел выстрел нападавшего, нашего теперь. После чего было возбуждено уголовное дело. То есть Мехтиеву должны были как раз предъявить обвинение 24 декабря. Но, к сожалению, сделать это не успели. Хотя причина мужского раздора уехала тогда жить в Москву, вражда на этом не закончилась. Год они всячески избегали друг друга. И вот внезапная встреча в ночном клубе. Словесную ссору пробовала прекратить девушка, за которой приехал пострадавший. Она пыталась увезти его к машине, но не успела. От удара девушка упала лицом в снег и уже не видела, как нападавший ударил ее спутника ножом в грудь. Смертельно раненый мужчина сделал несколько шагов назад и упал на спину. Его обидчик сел в машину и скрылся с места происшествия. Когда молодого человека задержали, у него изъяли орудие преступления. Рыбацкий нож в чехле, который тот постоянно носил на поясе. Фигурант заявил о самообороне. Дескать, неприятель первым достал складной нож, который тоже носил с собой. Главный свидетель эти слова опровергла. Фигуранта резонансного дела арестовали. Ранее он уже попадал в поле зрения стражи порядка, привлекался за уличный грабеж. Впрочем, на этот раз обвинения гораздо серьезнее. Если суд также не примет его версию о самообороне, молодому человеку может грозить до 15 лет колонии строгого режима. В Сыктывдинском районе полицейские сдержали двух жителей поселка Нювчим по подозрению в необычной краже. По версии следствия, 13 февраля сельчане проникли на территорию рыбоводческого хозяйства и выловили 50 килограммов карпа. Живую рыбу они продали односельчанам. Оказалось, один из злоумышленников, бывший работник, знал, как можно незаметно проникнуть на территорию водоема. Что толкнуло мужчину об окрасть бывших работодателей? Выяснил Константин Куратов. В первом пропажу карпа обнаружил старший рыбовод хозяйства, который пришел ранним утром на работу. По словам мужчины, возле одного из садков на льду он заметил брошенную рыбу. Следы злоумышленников вели в сторону поселка. Местный сторож его заверил, посторонних на территорию не пропускал и никого не видел. О хищении рыбы работники сообщили в полицию. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Выяснилось, попасть на территорию рыбоводческого хозяйства злоумышленникам не составило особого труда. Пруд, в котором выращивали карпа и форель, забором не огорожен. К тому же водоем в тот день охранял всего один сторож, вместо двух положенных. Садки находятся на самом озере. На озере, сами понимаете, ограждение поставить невозможно, потому что это водоем. К тому же это поселок, там много рыбаков бывает почти ежедневно, огородить невозможно. Силовики сразу опросили жителей Нюхчима. Один из сельчан рассказал оперативникам. Несколько часов назад он видел, как двое молодых людей предлагали всем желающим приобрести у них свежую рыбу по бросовой цене. Эту информацию полицейские проверили. Она подтвердилась. Подозреваемых задержали. На первом же допросе они во всем признались. Приятели заявили, что на преступление их толкнуло трудное материальное положение, поскольку они долгое время нигде не работали. Один из подозреваемых пояснил, что в вечернее время, договорившись со своим знакомым о краже рыбы, взяв сачок, через сетку они проникли в хозяйство и с помощью сачка выловили из садка рыбу, сложив в последующем ее в мешок. Мешок вынесли к себе домой, где разделив рыбу пополам, затем они ее продавали. Один из подозреваемых ранее работал сторожем в данном фермерском хозяйстве, в связи с чем он знал все подходы к садкам и была возможность беспрепятственно похитить рыбу. Похищенную рыбу вернуть не удалось. Дешевого карпа буквально за час распродали среди местного населения. Ущерб пострадавшему хозяйству составил около 8 тысяч рублей. На время следствия молодых людей отпустили под подписку о невыезде. Рыбакам-нелегалам грозит до пяти лет лишения свободы. Если вы стали очевидцем грубого нарушения правил дорожного движения и сняли это на видео, отправляйте материал в программу КРИК. Звоните по телефону редакции 46 90 51 или заходите в группу Юрген ВКонтакте. Мы обязательно покажем автохамство в нашем эфире. На этом наш выпуск завершен. С вами был Эдуард Бушуев. Через пару минут информационные итоги дня в программе «Время новостей». Берегите себя и своих близких. Продолжение следует...